Тиферет Исраэль говорит, глупец верит всему, а еретик не верит никому. Что бы вы мне сказали глупцу? Вау, вау, поразительно. Он не будет ничего проверять, даже если сказанное звучит неправдоподобно, не проверит информацию, не откроет книгу, не зайдет в интернет, не будет искать в гугл, поверит всему, это и есть глупец. Новые глупцы рождаются каждый день, но намного ужаснее глупца – это еретик. Еретик не верит ни во что. Что бы вы ему не сказали? Не-не-не, не думаю. Что-то, что здесь сказано, «Вот, посмотри, здесь, это Рамбан, законы Чувы. Я думаю, что вы неправильно переводите. Но посмотри, это же на иврите. Слава Богу, я читаю на иврите. Если вы хотите, мы можем прочитать на английском или любом другом языке. Не-не-не, я думаю, что кто-то напутал с тем, что Рамбан сказал. Я думаю, что кто-то напутал еще с чем-то. Он не поверит ничему, потому что это не совпадает с его уже существующим мнением. Поэтому очень часто, когда люди приходят ко мне и говорят, что знают кого-то, атеист или христианин, или еще кто-то. И он хочет учиться и узнать истину. Хорошо, пошлите ему историю моей жизни. Большинство людей думают, что я гордец, который хочет, чтобы все знали историю его жизни. Кому нужна история твоей жизни? Он же спрашивает про Всевышнего. Причем здесь история твоей жизни? Во всем. Во всем. Почему? Я говорил об этом перед уроком. Речь идет не об истине. Это никогда только об истине. Если бы это все было только об истине, нас бы здесь не было. Во-первых, до того, как вы хотите кому-то помочь, они должны быть готовы принять помощь. Они должны сильно хотеть, чтобы им помогли. Они должны понимать, что им нужна помощь. Если они не понимают, что нуждаются в помощи, а если они не понимают, что проблема существует, вы просто в пустую тратите свое время. Вы можете быть самим Машеробейну, привести с собой Ешуа бинануна, привести 70 мудрецов, привести всех знатоков Тары, всех пророков и привести с собой этого человека на субботнюю трапезу вместе с ними. Он или она нарушит шаббат прямо перед ними, потому что он не готов, его не волнует и он не хочет. Она не готова, ее не волнует и она не хочет. Она наденет мини-юбку навстречу с Машеробейну и будет уверена, что делает митцву, заповедь. Пока человек не готов, никакая правда ему не поможет. К сожалению, люди не знают, готовы они или нет во многих случаях. Иногда люди думают, что не хотят знать, но как только вы сказали им правду, они уже не хотят. Другой аспект. С другой стороны, человек должен хотеть потратить на это время. Любой, кто ожидает, что истину ему преподнесут на серебряном блюде, без каких-либо затрат, я отвечу в течение двух секунд. И на этом все, пустая трата времени. Как только я отправил историю своей жизни или кто-то отправил вам историю своей жизни, мы видим, кто перед нами. Почему? Потому что если он или она не готовы к правде, они тут же скажут, нет, нет, это не для меня. Меня это не интересует. Они даже не нажмут на ссылку или сделают что-то хуже. Они нажмут на ссылку, увидят, что продолжительность фильма 2-2,5 часа и скажут, о нет, это слишком долго. Нам нужна версия покороче. Вам нужна короткая версия. Значит, вам нужна укороченная правда. Вы хотите чего-то другого. Я не могу вам помочь. Я не могу помочь вам ничем. Можете отправить нам фрагмент фильма? Нет, я не могу отправить вам фрагмент фильма. Фрагмента истории моей жизни нет. Есть фрагмент какой-то части, но нет фрагмента истории моей жизни. Почему? Что я стараюсь достичь истории своей жизни? Я знаю, что фильм не ответит на все вопросы. Он ответит на какие-то, но не на все вопросы. Эта история не для него, она для меня. Почему? Я хочу знать, или я сосуд. Эта история не для него, она для меня. Я должен найти ответ. Какой ответ? Или я сосуд. Когда он или она смотрит историю моей жизни, в какой-то момент просмотра они определятся, в середине или в конце фильма, получат какие-то ответы. Но самый главный ответ для меня, являюсь ли я сосудом, способным помочь им ответить на любой интересующий их вопрос, показать им истину, дать им ответы на их вопросы. И это не важно, располагаете вы правдой или нет. Если им не нравится мой голос, как я выгляжу, мои волосы, мои традиции, мое образование, не важно, что я скажу, залетит в одно ухо и вылетит из другого. Что мне нужно сделать? Во-первых, узнать, готовы ли они принять правду. Действительно принять правду. Или просто хотят жить, как коровы. Есть траву каждый день и ждать смерти. Праздновать дни рождения, как приближение к смерти. Они хотят быть такими, или как люди, думающие о жизни. Во-вторых, хотят ли они затратить время на это. В-третьих, являюсь ли я тем самым сосудом. Если вы подумали и ответили на эти три вопроса, и согласны, что я сосуд, могу донести истину до вас, вам нравится, как я говорю, и так далее, и тому подобное. Тогда давайте. Но в реальности большинство людей не приемлют что-то из этого. Чаще всего не хотят инвестировать время. Посмотреть двухчасовой фильм, время есть. Смотреть бейсбол игру, пять часов, время есть. Поиграть в футбол с друзьями, время есть. Но посмотреть двухчасовой урок Тары, времени нет. Таким людям невозможно помочь. Я не могу им помочь. Конечно, можно послать отрывок урока. И, вероятно, со временем он начнет немного смотреть. И еще пять минут, и еще десять минут, еще и еще. И когда-то, возможно, посмотрит урок целиком. Но до тех пор, пока они не начнут смотреть полностью уроки, а не фрагменты, им сложно помочь. Вы просто поддерживаете их на плаву. Не даете прыгнуть с моста. Это все, что вы можете. Тиферет Исраэль говорил, человек, который ни во что не верит, еретик. Хотя наши мудрецы скептично относятся к тому, что слышат или читают. Они принимают всю Тару с непоколебимой верой. Предположим, вам надо обратиться в Беддин, еврейский суд. У вас есть какое-то судебное разбирательство с кем-то. Вы хотите предоставить новые доказательства в Бейдин. Вам нужна помощь от Бейдина. Вы расскажете там свою ситуацию. Там рассмотрят ваши ситуации, даже если все имеет доказательства. Бейдин проверит еще раз. Почему? Потому что это то, что они обязаны делать. Нельзя принять ваши слова просто на веру. Необходимо все проверить еще раз. Они должны быть скептиками. Но идти против наших мудрецов или не верить им – это дорога глупцов и еретиков. Редактор субтитров А.Семкин